Озеро Байкал В Байкал входят в пятерку самых посещаемых мест России. Сюда едут за впечатлениями и приключениями. И Байкалу есть чем удивить любителей путешествий в любое время года. На озере Байкал 26 островов. Из них самый большой и единственное населенный – это Ольхон. Остров Ольхон считается сердцем Байкала. Ежегодно он притягивает себе сотни тысяч туристов. Добираться на остров приходится через пролив Ольхонские ворота, на котором установлена паромная переправа. Ольхонские ворота – небольшой по ширине пролив, разделяющий материк и остров Ольхон. С одной стороны он уходит в Малое море, с другой – в основную часть Байкала. Длина пролива составляет около 8 километров. Это расстояние от мысов Улан и Кобылия-Голова до выхода в Большое море Байкала. Ширина наиболее узкого участка Ольхонских ворот – около одного километра. Именно на этом отрезке и находится паромная переправа на Ольхон. Ольхонские ворота – необычайно красивое и опасное место. Берега здесь крутые и обрывистые, а вокруг них постоянно гоняет ветер и бьются волны. Одна из трех святынь острова – это скала Шаманка или мыс Бурхан. Мыс глубоко вдается в Байкал и соединяется с сушей небольшим перешейком. Предваряет мыс Бурхан Серге – столбы, имеющие древнее культовое значение, связанное с шаманизмом. Серге опоясаны лентами или шарфами, которые называются Хадак. Серге и Хадак – слияние двух древних верований – шаманизма и буддизма. Скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии. Скала сложена двумя вершинами, высота которых составляет 30 и 42 метра. Прогуливаться по самой скале запрещено. Скалы Бурхана состоят из мрамора и гристаллического известняка, которые достаточно обильно покрыты красным лишайником. Недалеко от мысы Бурхан находится Сарайский пляж. Это одно из красивейших мест Ольхона. Пески уходят глубоко в сушу, поглощая хвойный лес, завоевывая все новые и новые территории. Береговая линия пляжа около трех километров. Летом в разгар сезона здесь очень много отдыхающих. Из Хужира стартует множество туристических маршрутов «Нольвой вкус» и «Кошелек». Наиболее популярные из них – маршрут на север острова Ольхон и маршрут к острову Огой с посещением источников Сурхайте-Нур. Остров Огой – мистическое и загадочное место на Байкале. Знаменит он прежде всего ступы просветления. Ее белоснежное очертание в хорошей погоде видно издалека. Остров имеет вытянутую форму и в длину не превышает трех километров. Находится он в так называемом «Малом море» недалеко от западного берега Ольхона. Люди на острове не живут, зато гнездятся чайки, а также растут редкие растения. Огой круглый год продавается всеми ветрами. Деревьев тут мало, только невысокая трава. Ступа просветления – это главная и единственная достопримечательность острова Огой. Соорудили ступу просветления в 2005 году по всем буддистским канонам. Ступа содержит в себе множество буддистских реликвий, среди которых статуя женской формы, матери всех будд, вода из всех морей и океанов, земля со всех континентов, оружие, священные манускрипты и многие другие святыни. Особая миссия всех буддистских ступ – нейтрализация негативной энергии и снятие каких-либо препятствий к достижению намеченного пути. Сурхайтенур – это местность на побережье Байкальского Малого моря. Лес встречает нас таежными запахами. Там находятся святые источники. Фактически, это один источник, но разделенный могущественным шаманом на два рукава. Один предназначается для мужчин, а второй – для женщин. Удивительно, что вкус воды разный. Эта вода насыщена ионами серебра и не портится годами. Церебные свойства этого источника известны людям с давних времен. В этом районе также имеется озеро с народным названием Щучье. Оно сообщается с Байкалом. И рыба с удовольствием заходит в более прогреваемую и богатую кормом воду. Озеро отделяется от Байкала галечной косой. На этой косе растут редкие растения. Многие из них эндемики и охраняются государством. Большое удовольствие пройтись босиком, подшлифованной водой крупной белой гальки, и понаблюдать, как желтые голостебельные маки кивают своими головками на фоне Байкала. На обратном пути посещаем остров Ижелхей. На скалистых берегах этого небольшого острова чайки и черные бакланы устраивают свои гнездовья. Маршрут на север острова Ольхово. Ольхон проходит по территории Прибайкальского национального парка. И первая достопримечательность на нашем пути – мыс Харанцы. Мыс Харанцы отделяет Сарайский залив, омывающий его с юга запада, от бухты Харанцы, находящейся с северо-восточнее. Оконечность мыса отвесными скалами обрываются в воды Малого моря. Урочище Песчаное находится в заливе Неруганская Губа. Место знаменито своими песчаными дюнами, протянувшимися на 6,5 км в средней части западного побережья на Ольхоне. Здесь дуют постоянные ветра, которые переносят песок с берега, образуя холмы. Пески могут уходить вглубь острова местами до 1,5 км. Урочище Песчаное имеет свою историю. Раньше здесь была исправительно-трудовая колония и рыбоконсервный завод. На сегодняшний день там остались только полуразрушенные дома и часть пирса. Сейчас в этом месте можно посетить небольшой рыбацкий музей, попить чай с местными травами и приобрести сувениры. Мыс Саганхушун переводится с бурятского языка как Белый мыс. Назвали его так из-за светлого мрамора, из которого сложены его скалы. Протяженность мыса около 1 км. Белые мраморные скалы густо заросли лишайниками красного цвета. Второе название – Три брата из-за трех скал, которые располагаются на мысу. Существует легенда про трех братьев, которые, ослушавшись своего отца-шамана, были привлечены в каменные глыбы. С мыса Саганхушун открывается отличный вид на пролив Малое море и Прибайкальский хребет. Хабой – самый северный мыс острова Ольхон, чье название в переводе на русский значит «клык». Происхождение такого наименования связывают с уступающей из воды каменной плитой, напоминающей «клык». При взоре со стороны берега мыс действительно выглядит звериным клыком, с морской восточно-западной стороны, с женским профилем, изображавшимся на античных галерах. Местные зовут скалу Девой, согласно легенде, повествующая Бурятке, окаменевшей из-за своей алчности. Хабой отвечает – особая живописность, сотканная порывистыми ветрами и мощными волнами. С мыса открывается потрясающая панорама на Большое море. У ног плещется 73 километра водной бескрайности, и лишь ясный день удается различить восточное побережье и полуостров Святой Нос. Древние жители ценили своеобразную красоту мыса Хабой и считали его священным местом. Музыка Шунте-Левый – это мыс на северо-восточном стороне острова Ольхон. Слово Шунте с бурятского языка переводится как «лиственница». Деревьев на мысе не так уж и много, но растут тут действительно только лиственницы. Особенно рельеф скал мыса не остался незамеченным местными жителями, и они дали этому мысу второе имя – мыс Любви. Дело в том, что оконечность мыса раздваивается и заканчивается двумя скалами округлых форм. Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары бурят, проводили обряд и молились с просьбой о детях. Ночевали в районе этого мыса, и вскоре у них обязательно рождались дети. Скульптура-хранитель Байкала находится в местности Узуры в северо-восточной части Ольхона. Считается, что хранитель Байкала является олицетворением местной культуры, связанной силами природы, кочевниками и шаманами. Поселок Листвянка с населением всего около полутора тысяч жителей расположился в семействе километрах от Иркутска. Название ему дали «Лиственницы», которые растут здесь в большом количестве. Сегодня Листвянка считается одним из самых посещаемых мест на побережье озера Байкал. Одна из главных достопримечательностей поселка – музей Байкала, который открылся для посетителей в 1993 году. Музей представляет собой уникальное собрание информации об истории исследований и природе озера. Его коллекция регулярно пополняется различными материалами, связанными с флорой и фауной Байкала, а также с предметами культуры живущих здесь народов. Поселок Листвянка – место уникальное. И именно здесь начинает свой путь к Енисею красавица Ангара. Чистая и шумная. В своем устье она имеет ширину около километра. Этот исток реки считается самым широким в мире. Условной границей считается шаман-камень. Этот небольшой островок выглядывает из воды всего на пару метров. Однако под толщей воды кроется огромный скалистый утес. По легенде, эту глыбу шевернул вслед дочери, разгневанный отец Байкал, когда та отказалась выходить замуж за могучего Иркута, а устремилась к вольному и быстрому Енисею. В южной конечности Байкала, между поселками Култук и Слюдянка, находится скалистый шаманский мыс. Мыс в протяженности 640 метров является вершиной гребня одного из отрогов Хамар-Дабана, уходящего далее вглубь озера. В прошлом мыс был местом для свершения религиозных обрядов. Буряты называли его Айха-Шулун – страшный камень. Местные легенды повествуют о захоронении знаменитых шаманов, лики которых проступали на скалах мыса, если сосредоточенно и долго смотреть на него. Мыс сложен мраморовидными известняками, которые сильно разрушаются прибойными волнами. Это любимое место отдыха жителей Судянского района. Рядом расположен песчаный пляж, на котором любят загорать и купаться. Температура воды летом на мелководье более высокая, чем в других районах побережья. В августе она повышается до 17-19 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова